Экономические результаты за прошлый год, по словам губернатора, свидетельствуют об успешном развитии области. Валовый региональный продукт вырос, собственные доходы тоже. В итоге в 2014 году регион дополнительно заработал 33 миллиарда рублей. Но несмотря на это, признаётся Воробьёв, нас ждёт не простой год, а может и целый период. Каждую семью сегодня беспокоит, что будет с ценами на продукты питания, с лекарствами, стоимостью проезда, услугами ЖКХ, зарплатами. В это время на власти лежит особая ответственность. Каждый глава, министр, депутат должен проявлять особую чуткость и внимание к людям. Новая реальность, отметил губернатор, требует новых подходов в экономике. Мы должны не только уметь производить космические ракеты и спутники, современные сплавы, но и снимать четыре урожая огурцов в наших подмосковных теплицах. Производить самые современные лекарства. Нам нужна экономика, в которой работает каждый клочок земли. С позиции губернатора согласен и глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружинский. К слову, в этот раз в правительство Московской области приехала большая делегация из Люберецкого района. Ведь в своем обращении Андрей Воробьев задал новый курс, который будет реализовываться в регионе. Мы будем стремиться сохранить те предприятия, которые есть, которые сегодня работают. Сколько у нас будет получаться вовлекать новый бизнес, привлекать новых инвесторов. У нас не так много земли, к сожалению, но она у нас все-таки есть. И будем стремиться как-то с собственниками договариваться, чтобы эту землю запустить в оборот. Помимо развития собственного производства, как и в прошлом году, руководство Люберецкого района особое внимание будет уделять малому и среднему бизнесу. По малому и среднему бизнесу мы вторые в Московской области, вернее, третьи. А по совокупному количеству малых предприятий и индивидуальных предпринимателей мы вторые в Московской области. Слез задача вот всему этому бизнесу придать более такую мощную динамику. По крайней мере, на местном уровне не делать никаких препон для тех, кто решил заняться малым бизнесом. Также особое внимание региональных властей в 2015 году будет обращено на здравоохранение. В Подмосковье планируется открыть 12 новых диагностических комплексов, 10 офисов, врачей общей практики и 50 фельдшерско-акушерских пунктов. И здесь люберцы не остают. 5 февраля в городе состоится торжественное открытие нового сосудистого центра, который, к слову, губернатор также планирует посетить. Ольга Чуканова, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Продолжение следует...